Дорогие председатели, уважаемые коллеги! Уже стало традиционным участие акушеров-гинекологов в ваших конференциях, за что я благодарю организаторов за приглашение. Это сообщение – результат совместного труда врачей-бактериологов и клиницистов. И я могу уже отмечать, что время противостояния, которое имело место в городе Гродно, бактериологов и клиницистов закончилось, и мы уже сегодня можем говорить о первых, но, наверное, неплохих результатах. Безимптомная бактерия у беременных рассматривается как хроническое заболевание органов мочевой системы инфекционной этиологии, которое требует проведения антибактериальной терапии согласно чувствительности микроорганизмов и, естественно, срока беременности. По данным Деваковой 2011 года, бессимптомная бактериория может осложниться острым пилонефритом у беременных в 20-40% случаев, а по данным Лопаткина даже выше, вплоть до 80% в 2009 год. Мы провели анализ результатов посевов мочи у беременных женщин города Гродно в 2011 году. Посев мочи у беременных в соответствии с приказом управления планово берется в сроке до 12 недель при постановке на учет, и второй плановый посев в 30 недель при выдаче декретного отпуска. И так мы проанализировали результаты посевов у 4640 беременных у города Гродно в прошлом году. Бессимптомная бактериория была выявлена у 526 женщин, что составило 11,3%. По спектру высеваемости, по данным БАК-лаборатории, в 88% случаев были громотрицательные микроорганизмы и в 11,3% положительные. Среди структуры возбудителей мочевых инфекций 66% семейства энтеробактерийцы, 29% стафилококи, 5% стриптококи и другие виды микроорганизмов. Очень своеобразная получилась чувствительность грамма отрицательных палочек у амбулаторных пациенток. Как видите, 91% чувствительность к карбопенемам. К цифалоспоринам третьего поколения, которые мы чаще всего и применяли, до посева на чувствительность, 59%. Ингибитор защищенной пенициллины, 57%, вторхиналоны, 53% и нитрофураны, 53%. Стафилококк в 80% чувствителен к вторхиналонам. Цифалоспорин третьего поколения, 62%. Стрептококк, 50% макролиды, 46% вторхиналоны и 42% ванкомицин. Всем женщинам выполнялся общий анализ мочи УЗИ-почек. При отсутствии ретенционных изменений со стороны мочевозящих путей, пациенткам назначался курс антибактериальной терапии в соответствии с чувствительностью препаратами, разрешенными к применению, на период 10-14 суток. И эффективность лечения контролировалась повторными анализами мочи и посевами мочи на флору. Контрольные осмотры этих беременных в женской консультации и осмотры уролога проводились ежемесячно до поступления в родильное отделение. При выявлении ретенционных изменений в верхних вводящих путях пациенткам проводилось стентирование лоханки почки и затем назначался курс антибактериальной терапии. Через неделю после окончания курса антибактериальной терапии посев мочи повторяли. Роста не дал он у 480 беременных, что составило 91,2%. У 46 беременных микрофлора была выделена повторно, но уже с меньшим микробным числом. Мы считаем, что после курса антибактериальной терапии по поводу бессимптомной бактериурии при посеве мочи микробное число составляет даже 10 третий. Результат и эффект считаем недостаточным и продолжаем лечение другим препаратом до подтверждения стерильности мочи. После курса антибактериальной терапии при достижении стерильности мочи всем беременным назначались фитоуросептики, в частности канифрон, на весь срок до родов. Что же получилось в результате у этих женщин, которых была выявлена симптомная бактериурия? Мы сверили списки всех женщин, которые поступили к нам в больницу скорой медицинской помощи с острым пилонефритом, пофамильно. И в результате 9 женщин, у которых была высеяна бактериурия, несмотря на лечение, поступили в урологическое отделение с острым пилонефритом спустя 5-14 недель после окончания курса антибактериальной терапии, что составило 1,7%. Характерно, что у всех этих женщин высевались именно грамотрицательные микрофлоры. Все эти женщины были госпитализированы в урологическое отделение. При обследовании у семерых диагностировано расширение чащинолохадочной системы одной из почек, что потребовало установки катетера стента для восстановления пассажа мочи, после чего проводилась антибактериальная терапия дезинтектикация. Стент оставался в мочевой системе женщины до родов и удалялся через 2-3 недели после родов. К сожалению, наши надежды на длительное стояние стентов фирмы Кок не оправдались, и мы имели 3 случая камнеобразования на этих стентах через месяц, полтора и два. И так каковы же результаты по городу Гродно? Если до вот этого общего скрининга микробиологических пассивов у всех беременных в 2008 году в урологическом отделении лечилось 60 женщин с острым пиелонефритом, то в 2011-м таких женщин было только 16. Снизилось количество женщин с острым циститом с 8 до 2. Три уросепсиса было в 2008 году, и один, к сожалению, имел место в 2011-м. Значительно меньше проводилось инструментальное лечение. Наши результаты. Частота бессимптомной бактериурии у беременных составила 11,3%. Частота развития острого пиелонефрита в группе беременных, получивших курс антибактериальной терапии по поводу бессимптомной бактериурии составила 1,7%, что значительно меньше общей частоты развития острого пиелонефрита беременных. Результаты наблюдения за беременными с бессимптомной бактериурией позволяют считать, что применяемая методика раннего выявления бессимптомной бактериурии у беременных является эффективной, позволяет значимо снизить частоту развития острого пиелонефрита, снизить частоту акушерских осложнений и снизить внутриутробное инфицирование плода. К сожалению, в Республике Беларусь микробеловеческие посевы мочи пока не внесены в протоколы Министерства здравоохранения. И выполняются они, насколько мне известно, только в Гродненской области и в городе Минске. Благодарю за внимание.